Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое, незапланированное и поэтому короткое видео, как это обычно бывает, когда на рынке происходят сумасшедшие события. То, что случилось сегодня с биткоином является идеальным примером манипуляции со стороны китов. То, о чем я тебе сейчас расскажу, просто поражает, насколько они хитрые. Итак, вышел отчет за октябрь 2021 и оказалось, что рост инфляции бьет рекорды. За последние 30 лет инфляция не росла так быстро. Индекс потребительских цен за октябрь вырос на 6,2%, и это только лишь официально. Реальные цифры, по моим ощущениям, больше. И сразу же после этого отчета биткоин падает почти с 70 тысяч долларов до 62. Внезапно, да? Ведь биткоин наряду с золотом показывает себя все это время как неплохой способ защиты от инфляции. Кто-то начал паниковать от этого падения, но я напомню, что лишь несколько дней назад биткоин стоил меньше 60 тысяч долларов. Так что даже после этого падения он все равно остается дороже, чем был. Почему же произошло это падение? Это часть игры китов. Причина, что нам показывает анчейн метрика, это огромный прыжок в маржинальных фьючерсах на биткоин. Посмотри, какой он здоровый. Он самый большой за всю осень 2021 года. Эти позиции были открыты за счет кредитных денег. Что это значит? Это значит, что это очень вкусный пирожок для тех, кто может спровоцировать каскадную ликвидацию всех этих кредитных позиций. И мы видим, что такие ликвидации действительно были. Вот они. Как спровоцировали эти ликвидации? Да очень просто. Путем нехитрых манипуляций и дизинформации в публичных новостях. Тот самый Эвергрант, который уже один раз обвалил все рынки и претендовал на то, чтобы стать новым моментом Лемон Бразерс, снова был использован в этих грязных целях. Итак, в эту ночь вышла новость о том, что Эвергрант потерпел дефолт. Эвергрант объявил себя банкротом, не сумев выплатить свои долговые проценты и обязательства. Очевидно, такое событие должно приводить к потрясениям на рынке, не так ли? Вот и биткоин посыпался, как и весь остальной криптовалютный рынок, из которого буквально за несколько часов вывели почти 300 миллиардов долларов. Но вот в чем дело. Это было ложью. Потому что немного позже эту информацию опровергли. Оказалось, что Эвергрант все-таки выплачивает по своим долгам. И сегодня на этом фоне их акции даже начали расти после открытия рынков. Какая-то дичайшая манипуляция, не так ли? Абсолютно лживыми новостями обвалили биткоин с 70 тысяч до 62. Буквально за несколько часов. Я считаю, что это отличная возможность купить биткоин. И не только его. Вот зачем нужно фиксировать прибыли на росте, чтобы иметь шанс откупать такие коррекции. Особенно если они манипулятивные. Но кроме биткоина, есть и отличные альткоины, которые сейчас можно купить. Например, Polkadot. Почему бы не купить его со скидкой? Тем более, что уже завтра, 12 ноября, начинаются парачейн-аукционы. Для участия в которых необходимо покупать монеты DOT. А значит, из-за аукционов спрос на Polkadot вырастет. Посмотри, например, что стало с Кусамой после того, как были запущены парачейн-аукционы. Также, кстати говоря, эти парачейн-аукционы поддерживает и Coinbase Ventures своими инвестициями. Кроме этого, Аваланч упал со 100 долларов до 80. Почему бы его не купить? Тем более, что у него тоже много потрясающих событий впереди. Например, запуск ездити на Аваланч. Или же, например, Луна Тера, сообщество которой проголосовало за механизм сжигания предложения, что приведет к ее дефициту. Очень много вкусных вариантов и такими скидками пользоваться не грех, я считаю. Также, я считаю, что это падение биткоина и другой криптовалюты не обосновано никак вообще, кроме как этой манипуляции китов, о которой я тебе рассказал. И поэтому, я думаю, что это хорошая возможность купить те токены и монеты, которые тебе нравятся. На этом все. Это было короткое видео, чтобы ты не паниковал преждевременно. Увидимся сегодня вечером. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!